Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Главный бодибилдер планеты или мистер вселенная. Вот кем стал бы обычный бык под названием Гаур, если бы родился человеком. Это вам не рядовая, а редкая, дикая и особо атлетичная животинка говяжьего происхождения из Юго-Восточной и Центральной Азии. Гаур – крупнейший представитель рода настоящих быков. В свое время был одомашним человеком и назывался Гаял. Однако поспешу вас расстроить. Как бы вы ни качались, ни один спортзал в мире не приблизит вас к такому результату. Какой Гаур получил в дар от матушки природы? Да что там, даже великаны по типу американских бизонов и зубров не ровня нашему герою. Кстати, ролик про американских бизонов есть на канале. Его проще всего найти в плейлисте «Животные Америки». Красавчик с такими размерами заслуженно получил титул самого большого быка планеты. Длина тела Гаура достигает более 3 метров, высота в плечах до 2,3 метров, а его вес может достигать 1500 кг, в отдельных случаях до 2000 кг. Нормальный взрослый самец весит около 1300 кг. Шерсть бурая с оттенками от красноватого до черного. Рога в среднем 90 см в длину и выгнуты наверх в форме полумесяца. Вы наверняка зададитесь вопросом, что же помогает этому бифштексу быть таким атлетам. Секрет успеха, как и у наших бодибилдеров. В особой диете постоянный рацион бычка-качка – это трава, листья, молодые побеги и плоды. И что же тут особенного, спросите вы, а то, что вместо заправки типа майонез, Гаур заправляет весь этот салат грязью. В ней быки-титаны находят соли, микроэлементы и всевозможные минералы. Вот такие биологически активные добавки к спортивному питанию. Мало того, что Гаур – атлет, так он еще и скалолаз. Стада быков уходят в высокогорные джунгли Индии, Пакистана, Непала и других азиатских стран, поднимаясь на высоту до трех километров над уровнем моря. И несмотря на то, что на солнце Гаур выглядит неприлично привлекательно, наш герой предпочитает избегать света, прячась в тени вечно зеленых лесов. Ведь привлекают его аппетитные телеса не только девушек, но и хищников. Для них он лакомый и большой такой кусочек. Крокодилы, леопарды, тигры – каждый из них хочет отведать пару десятков килограмм диетической говядины. Но реальную угрозу взрослому Гауру представляет лишь один полосатый кот. Остальные кое-как справляются с гаурским молодняком. И, надо сказать, занятие это, охота на детский сад гауров, весьма безнадежное. Ведь за детишками следит целое стадо из десяти-пятнадцати парнокопытных качков. Правда, в отличие от большинства сородичей, заправляет группой спортсменов вовсе не брутальный самец, а самая опытная – самочка-передовик. Она охраняет сородичей от нападений, ведет их к плодородным землям и следит за молодняком. Несчастные самцы и бодибилдеры живут в одиночку. К дамской команде они присоединяются лишь в том случае, если им захотелось женского тепла, а хочется им его круглый год с трех лет и до конца жизни. Естественно, на пышную барышню порой претендуют сразу два быка. Ради такого дела мирные великаны джунглей могут и пободаться, но бывает это нечасто. И обычно все ограничивается громкогласным ревом с демонстрацией мускулатуры. Ну а дальше все по классике. Через 9 месяцев коровка-фитоняшка производит на свет очередного бодибилдера и откармливает его молоком целый год. Своего ботяню малой никогда не видит, потому что, понаделав делов в одном стаде, мужик по-быстрому сваливает в другое. Кстати, в поисках компании девчонок бык Гаур может забрести в людское поселение. И вот тут начинаются проблемы. Дело в том, что любой бык после десяти минут нахождения на одной территории уже считает ее своей. И пофиг ему, что он разлегся на проезжей части, теперь это его дорога. А значит беги, пока можешь. Прогонять такого гостя бесполезно, а любое резкое движение со стороны человека бык расценивает как покушение на свою груду мышц. И Гаур начинает рвать и метать все, что попалось под дрога и копыта. Конфликты эти не беспочвены, ибо ничего хорошего от встречи с человеком Гаур не ждет. Люди вытесняют их с насиженных мест, а домашний скот жрет их траву и заражает смертельными инфекциями. Селекция тоже Гауров не пощадила. И теперь довольные индусы обладают гаялами, жалким подобием славных диких предшественников. Поэтому неудивительно, что от вида лысых мартышек мирный бык-гигант впадает в ярость. Из-за всего вышеперечисленного Гауры считаются животными, находящимися под угрозой вымирания. Сегодня в дикой природе живут около 20 000 гауров, рассеянные по разным ограниченным территориям. Развитие численности гауров в разных странах весьма различается. В Индии популяции с 90-х годов смогли несколько увеличиться, и составляют сегодня 90 % всех гауров. В странах же Юго-Восточной Азии ситуация критична. А как Вы думаете, как можно только с помощью травы и грязи накачать подобную мышечную массу? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу Вас написать, о каком из животных Вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С Вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok